Привет, друзья! Сегодня мы в World House. Сегодня мероприятие для будущих молодожен о том, как провести свой идеальный день. О том, как использовать территорию, как происходит фото-видео-съемка, чем развлекать гостей, чем кормить гостей. В общем, все самое полезное. Глянь, тут все сэлфи отца. Тут так красиво. Солнце, переотражение, что все-все-все сэлфи отца. Сейчас Катюша рассказывает про декор и оформление столов, о флористике, о текстиле, какие они могут быть разные. И даже камыш используется в оформлении. ТОП-20 лучших свадебных фотографов Ростова-на-Дону по версии портала MyBet. Амбассадор фирмы Canon на юге России. Создатель первого на юге России YouTube-канала для фотографов. Автор и ведущий свадебных мастер-классов и воркшопов на тему «Утро невесты». И автор обложек журналов «Первый свадебный» и «Вэйдинг». Ничего спит! Спасибо Диме Мельникову за рассказ про Fine Art фотографию. Но это одно из направлений всего-навсего свадебной фотографии. Еще можно выделить такие направления, как фэшн или гламур, репортажную документальную фотографию и классическую. Я полностью уверен, что естественный цвет, немного деликатная контрастность и яркость и насыщенность фотография будет жить вечно и никогда не устареет морально. В свадебную индустрию приходят временные тенденции, тренды. Это темных, тонированных фотографий, шумненьких, ну и так далее. Но естественный цвет, в меру постановочной фотографии, они будут выглядеть достаточно долго, по-настоящему и живенько. Я снимаю в стиле постановочный репортаж. Это такая легкая постановка с эмоциями, с движениями. И поэтому сложно, достаточно сложно выбрать фотографии и показать это в нескольких кадрах, как это выглядит. Но зато это круто выглядит в фотокниге и в целом в общем репортаже, потому что это серия классных фотографий, они выборочные, они вылизанные в фэшн. Важна очень фотография локация, свадебная именно фотография, локация, в которой будет происходить, чтобы она была просторная, разнообразная и всепогодная. Именно Old House классно подходит для свадебной фотосессии, потому что здесь есть где разгуляться. Утро невесты, например, можно начать очень спокойно в номере невест, в номере свадебном, начать с завтрака, спокойно сделать макияж, прическу и начать фотографироваться. Затем облачиться в платье, в номере, выйти на балкончик, снять изнутри и снаружи с квадрокоптера пофотографировать. Утро жениха, сборы жениха очень классно, брутально подчеркивает интерьеры темные, контрастные. Сама непосредственно прогулка Молдожон очень классно тем, что очень масштабно глаза разбегаются, где можно прогуляться и пофотографироваться. И вот это вот напряжение, как нам стать и что нам делать, теряется, потому что вышли из номера, прогулялись, спустились по лестнице, прогулялись под дорожком, вышли к пирсу, сфотографировались среди яхт, вернулись в парковую зону, сфотографировались в интерьерах ресторана. Вот здесь вот в итальянском дворике получаются потрясающие кадры. В общем, все проходит быстро и разнообразно. Меня часто спрашивают, ну вы же профессионал, вы можете в любом месте красиво сфотографировать. Да, но когда площадка очень всепогодная, когда можно пройтись по дорожкам уверенно, что не испачкается платье, когда можно в дождь спрятаться, кучу мест найти, где сфотографироваться в непогоду, это придает уверенности и настроение вести, и получается очень разнообразный и классный результат. В общем, когда вы готовитесь к свадьбе, вам стоит определиться со стилем фотографии, который вам больше нравится, который вам подходит, и выбрать классную разнообразную локацию, чтобы фотографии были очень разнообразные, и книга получилась очень красивая, и разная-разная. Молодец какой, да? Молодец какой, да? Молодец какой, да? А вот шеф-повар Рестораном Пульон Продолжение следует...